Здравствуйте! Посмотрите диалог. Распоряжение государственным имуществом. Тема нашей сегодняшней программы. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Василий Владимирович Герасименко. Начальник управления по распоряжению имуществом Комитета государственного имущества Гомельского облсполкома. В 2000 году окончил Гомельский кооперативный институт. В 2010-м институт повышения квалификации ГГУ имени Франциска Скорины по специальности «Государственное и местное управление». Трудовую деятельность начинал преподавателем в Гомельском торгово-экономическом колледже Белкова Союза. С 2004 по 2010 годы работал в Комитете экономики Гомельского облсполкома. Затем начальником отдела инвестиций и ценных бумаг Гомельского областного территориального фонда государственного имущества. В нынешней должности с 2013 года. Вопросы Василию Герасименко можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 0-232-340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Василий Владимирович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Предлагаю сейчас посмотреть информационный ролик о деятельности Комитета имущества для того, чтобы нашим зрителям было понятнее, с какими вопросами сегодня они могут к нам обратиться. Комитет государственного имущества Гомельского областного исполнительного комитета. Орган государственного управления, осуществляющий меры по реализации государственной политики в сфере имущественных отношений. Деятельность комитета охватывает все уровни государственной собственности и аспекты по распоряжению имуществом. Основу для деятельности Комитета составляет учет госимущества в едином реестре государственного имущества. Данная система учета недвижимости обеспечивает дистанционный доступ к информации из любой точки страны. Также комитет вырабатывает предложения по повышению эффективности использования госимущества, совершенствованию законодательства в сфере имущественных отношений, активно участвует в разработке и подготовке предложений в проекты нормативных правовых актов, готовит предложения о реализации государственной политики в сфере имущественных отношений. Системная работа госоргана направлена на то, чтобы задействовать в экономике каждый объект недвижимости. С каждым годом растет количество объектов, приобретенных на аукционных торгах для организации бизнеса, жилья и ведения подсобного хозяйства. Комитет регулярно проводит аукционы по продаже госимущества, которые можно приобрести по цене от одной базовой величины. С целью подтверждения достоверности внутренней и независимой оценки государственного имущества комитет проводит обязательную экспертизу оценки имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь и Гомельской области. Еще одна сфера деятельности комитета – преобразование предприятий всех отраслей экономики, которая направлена на привлечение инвестиций, поиск более эффективного собственника. При непосредственном руководстве комитета в Гомельской области преобразовано в открытое акционерное общество почти тысяча предприятий. Многие из них сегодня имеют мировую известность. Комитет Гомель обл. имущества обеспечивает методическое руководство и координирует деятельность органов владельческого надзора по вопросам корпоративного управления, распоряжения и учета акций хозяйственных обществ. Комитет осуществляет методическое руководство деятельностью представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых принадлежат Гомельской области и ее административно-серетариальным единицам, и контролирует выполнение возложенных на них обязанностей по управлению акциями. Также комитет организует продажу принадлежащей Гомельской области акций хозяйственных обществ субъектом приватизации и проводит проверку правильности определения рыночной стоимости государственного пакета акций. Вопросы соблюдения законодательства Республики Беларусь по эффективному использованию, управлению и распоряжению госимуществом находятся на постоянном контроле комитета Гомель обл. имущества. Здесь принимаются все меры, направленные на предупреждение нарушения законодательства Республики Беларусь и оказывается необходима методическая помощь всем субъектам хозяйствования по вопросам имущественных отношений. Комитет Гомель обл. имущества внес значительный вклад в социально-экономический потенциал Гомельской области и в дальнейшем продолжит работу по совершенствованию имущественных отношений. Неиспользуемое и неэффективно используемое имущество постоянно в центре внимания, в том числе имущество, принадлежащее акционерным обществам. Василий Владимирович, расскажите, пожалуйста, чем обусловлена необходимость работы именно с такими объектами и на каких принципах она ведется? Следует отметить, что на территории Гомельской области расположено более 280 открытых акционерных обществ с долей государства в уставных фондах. Из них 232 акционерных общества с долей Гомельской области, либо административно-территориальных единиц. Если говорить об необходимости работы с неиспользуемым имуществом, то она напрямую связана с показателем эффективности. За эффективностью в открытых акционерных обществах следят как органы владельческого надзора, так и через представителей государства в органах управления осуществляют непосредственно эту работу. Что касается неиспользуемых объектов, которые имеются практически в четверти акционерных обществ, которых я назвал, то здесь необходимость этой работы связана с тем, что на эти объекты общество несут определенные затраты на их содержание, налоговые обязательства, затраты по обслуживанию. И если они не могут их вовлечь самостоятельно в хозяйственный оборот, они выбирают направление по, скажем так, отчуждению этого имущества. Что касается обратного социального эффекта, то приобретая новых, более эффективных собственников, на этих объектах могут быть созданы новые производства, оказание услуг, создание рабочих мест, а эффективная их работа напрямую связана с пополнением доходной части бюджета. И сколько времени уже в нашей области ведется такая работа? Эта работа проводится начиная с 2013 года нашим комитетом. В 2013 году было поручено через органы владельческого надзора, через представителей государства обеспечить принятие мер наблюдательными советами по максимальному увлечению в хозяйственный оборот неэффективного или неиспользуемого имущества. А сколько вообще таких объектов у нас в области? На сегодняшний день неиспользуемых, либо неэффективно используемых объектов, согласно официальным данным, порядка 250 – это если брать общество как с долей Республики Беларусь, так и с долей Гомельской области. Продать, передать в аренду, либо ликвидировать. Совершенно верно. Такие варианты развития их дальнейшей судьбы. Да, из 250 объектов, порядка 50 объектов, наверное, несколько больше, на сегодняшний день предложены для продажи, либо сдачи в аренду. Какие-то объекты используют, планируют, точнее, используют собственники в последующем. Ну а те объекты, которые не могут быть использованы в дальнейшем для осуществления хозяйственной деятельности, конечно же, подлежат сносу. А какие критерии отнесения объектов к неэффективно используемым? Может быть, собственник считает, что вполне себе он эффективно распоряжается своим имуществом? Критерии определены, так сказать, законодательно. Ежегодно Государственным комитетом по имуществу утверждается форма ведомственной отчетности, сведения об использовании имущества хозяйственных обществ. В ней заложены критерии, что касается неиспользуемого имущества, то это объекты, неиспользуемые в хозяйственном обороте, либо не сданные в аренду. Что касается неэффективно используемых объектов, то на протяжении шести месяцев в течение года эти объекты используются, скажем так, менее чем на 30%. Их коэффициент использования 0,3%. Продажа как действующих объектов, так и неэффективно используемого имущества – это, конечно же, не самоцель, цель – это повышение эффективности производства. Далее я предлагаю перейти к сюжету. Еще сравнительно недавно попасть сюда человеку со стороны было невозможно. В этих зданиях располагался завод «Кристалл». Именно здесь в декабре 1972 года был получен первый белорусский бриллиант. По сути, это был день рождения ювелирной отрасли страны. Правда, сегодня об этом уже ничто не напоминает. Начиная где-то с 2008-го, к тому времени уже неиспользуемые заводские здания начали продавать. Причем речь идет как о крупных производственных корпусах, так и складских помещениях. Где-то разместился малый и средний бизнес, занимающийся в том числе и промышленным производством. В здании площадью 11 тысяч квадратных метров, где когда-то обрабатывали алмазы, сегодня торгово-развлекательный центр. С учетом активного жилищного строительства в соседних микрорайонах, можно предположить, что предлагаемые услуги будут востребованы, а имущество использовано действительно с пользой для города. Намного удобно стало, что рядом с домом, что много магазинов, разнообразные, и для детей там же что-то сделали. Очень удобно. А вот бывший санаторий-литейщик Гомельского завода «Центролит» еще ждет своего покупателя. Здание построили в 1974 году. Эксплуатацию по прямому назначению прекратили в 2016-м. Правда, все это время за ним не только смотрят, но и каждую зиму обязательно отапливают. Вообще, лагерь расположен в живописном уголке в 7 километрах от Гомеля. Площадь непосредственно санатория более 3000 квадратных метров. Среди плюсов наличие котельной, трансформаторных подстанций и артезианских скважин. В свое время с помощью бюджета на втором этаже даже поставили пластиковые окна. Кстати, непосредственно в здании можно увидеть витражи и лепнину времен Советского Союза. Сейчас проводится рыночная оценка объекта, после чего он будет выставлен на продажу. В перспективе здесь может разместиться медицинский центр или дом престарелых. По мнению представителей областного комитета государственного имущества, интерес для потенциальных инвесторов могут представлять и еще два здания, расположенные по улице Советской. Трехэтажный, теперь уже бывший лабораторный корпус завода «Кристалл» и находящаяся рядом столовая завода «Электроаппаратура». Еще в марте 2012 года комитет государственного контроля, проверяя эту столовую, отметил ее низкую посещаемость работниками предприятия. Сегодня объект можно взять в аренду, причем на заводе не исключают возможности его последующей продажи новому собственнику. В настоящее время открытыми акционерными обществами с долей государства уставных фондов предлагается для продажи или аренды более 50 объектов площадью от нескольких сотен до тысячи квадратных метров. По своему функциональному назначению объекты очень различны. Это и административные, и производственные здания, это складские помещения, оздоровительные лагеря, а также объекты социальной направленности. Эти объекты расположены как в городе Гомеле, так и в большинстве районов Гомельской области. Вы смотрите «Диалог». Василий Герасименко, начальник управления по распоряжению имуществом Комитета государственного имущества облсполкома, сегодня у нас в гостях. Василий Владимирович, а какие помещения легче реализовать? Вот такие крупные, как, к примеру, санаторий или одинарные и мелкие? Сложно сказать, какие объекты легче реализовать. На каждый объект рано или поздно находится свой покупатель, но, наверное, более мелкие объекты гораздо проще продать, чем крупные объекты. Крупным объектам нужен, так сказать, более крупный потенциальный инвестор, в них нужны большие вложения и, соответственно, работа, которая должна быть проведена для их успешной реализации, должна быть проделана довольно значительно. А для каких целей, как правило, приобретаются такие объекты? Что потом происходит на базе этих помещений? Цели, как правило, мы видим гораздо позже, поскольку не сразу, довольно не сразу эти объекты вовлекаются в хозяйственный оборот, создаются. А заявитель не должен сразу ставить в известность, для каких целей он приобретает? Это пожелания, скорее, у покупателя. Есть определенные цели, которые связаны с использованием объектов недвижимости, либо с использованием земельных участков, но, как правило, определяются непосредственно покупателям уже в дальнейшем. То есть это право, но не обязанность? Ну, скорее так. Декларировать свои дальнейшие намерения? Покупатель должен использовать или под те цели, которые в данной местности или данному объекту разрешены действующим законодательством. Есть ряд норм, требований, которые необходимо соблюдать. И при успешном стечении всех обстоятельств... А комитет следит за дальнейшей судьбой реализованных объектов? Или это уже не входит в ваши функции? В определенной степени да. Что касается государственного имущества, особенно там, где продажи осуществляются с условиями. Если это касается акционерных обществ, то дальнейшая работа либо бывшими собственниками. Также дальнейшую судьбу этих объектов мы видим, когда впоследствии проводим совместно с райисполкомами территориально на местах обследование, так называемые выездные мониторинги. Смотрим дальнейшее использование этих объектов. Ну, этих и других объектов. Имущество выгоднее сдавать в аренду или сразу продавать? Сдача в аренду или продажа, наверное, собственнику... Собственник, если касается это акционерных обществ, то здесь собственник определит или определяет, что ему выгоднее и что эффективнее. Получить деньги за объект сиюминутно и использовать их для каких-то своих нужд и целей. Будь то модернизация производства действующего, либо пополнение собственных оборотных средств, либо, если это аренда, то сдача в аренду – это, скажем так, постоянный доход, пусть небольшой, но постоянный. И потом объекты также могут быть впоследствии собственниками использованы, реализованы, в том числе арендаторами. Если вернуться к деятельности комитета, то как формируется план по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества? Потому что всем объектам, которых, конечно же, множество, в равной степени не уделишь внимания? Это должна быть планомерная работа? Совершенно верно. Эта работа осуществляется планомерно. Необходимость работы с неиспользуемым имуществом хозяйственных обществ у нас ежегодно, скажем так, закладывается в систему мер по повышению эффективности работы с государственным имуществом. Эта система мер утверждается председателем Гомельского облсполкома и непосредственно формируются планы графики вовлечения в хозяйственный оборот. Туда включаются все неиспользуемые объекты на очередной год. Определяются их способы, сроки вовлечения. За основу берутся вопросы, которые включены в ведомственную отчетность. То есть все объекты неиспользуемые отрошены в ведомственной отчетности. А также, о которых я уже говорил, мероприятия по выявлению неиспользуемых объектов на территории каждого района области. Но ведь не все объекты могут быть внесены в такой календарный график. Есть объекты, которые по каким-то причинам выпадают. Не включаются объекты, которые по ряду обстоятельств заложены, то есть находятся где-то в залоге у банков. Если собственники находятся в процедурах экономической несостоятельности, банкротства, не относятся туда специфические объекты. И ряд других. Есть определенные критерии. Эти критерии заложены в методических указаниях по заполнению той ведомственной отчетности, о которой я говорил немножко ранее. Тонкостей много. С одной стороны, нужно повышать эффективность работы хозяйственного общества путем реализации его имущества, вовлечения его в эффективную деятельность. А с другой стороны, это еще не должен быть банкрот. Совершенно верно. То есть тут очень часто такая грань очень тонкая, насколько эффективно работает это общество, ну и вообще держится ли оно еще на плаву. И насколько самостоятельны собственники. И как они могут сами решать судьбу своего имущества. Что касается акционерных обществ, то здесь судьбу решают непосредственно собственники. Но все это осуществляется под, так сказать, четким руководством как представителей государства в органах управления акционерных обществ. То есть у каждого акционерного общества есть представители государства, которые участвуют в работе наблюдательных советов, общего собрания акционеров и, конечно, органы владельческого надзора. Общество определяет те способы, это может быть продажа, аренда, то есть, так сказать, реальное вовлечение, использование, дальнейшее использование в хозяйственной деятельности, если общество считает, что этот объект нужен ему впоследствии. Но если объект не может быть использован, это снос. Крайняя мера, так сказать. Василий Владимирович, ну и как Вы оцениваете результаты работы с неиспользуемым имуществом акционерных обществ? Что касается результативности, то за весь период работы, то есть фактически с 2014 года, было вовлечено в хозяйственный оборот и снесено более 1200 объектов. Из них реально продано, сдано в аренду где-то порядка 15-20%, 150, может быть, несколько больше объектов были реально вовлечены в хозяйственный оборот вот этими способами. А эти объекты, они же с течением времени могут кочевать из одной категории в другую? Если они когда-то были вовлечены, то там спустя 10 лет это уже объект под снос, к примеру, да? И опять происходит его оценка, и опять принимается решение о том, как распорядиться им далее? Нет, если объект уже был вовлечен в хозяйственный оборот, скажем, продан, и новый собственник его использует, он что-то создает на этом объекте. Если это, скажем так, неэффективный собственник, который купил объект для того, чтобы, может быть, планы поменялись... Ну, не оценил свои возможности. Да, не оценил свои возможности, то, к сожалению, да, бывают случаи, когда объекты... Возвращаются. Ветшают и возвращаются государству. А приведите, пожалуйста, примеры. Это всегда интереснее и нагляднее. Что было продано, для каких целей? А вот то, что на слуху, что все мы знаем? Ну, наверное, то, что на слуху, то, что все мы знаем, это такие крупные объекты, которые ранее, если брать хозяйственное общество, то в свое время за отпусковых двигателей была продана промышленная площадка по улице Борисенко. На сегодняшний день на базе этого объекта функционирует довольно современное предприятие ДЛКОМ-40. на базе реализованных объектов по улице Объездная. Это объекты бывшего, не бывшего, а действующего радиозавода. Функционирует фрешпак. Все мы видим, что создаются на базе этих объектов также торгово-развлекательные центры. На Кристалле ряд объектов был продан по улице Ильича. На сегодняшний день, буквально недавно, там открылся довольно современный, очень, скажем так... Да, действительно, примеры хорошие. Хотелось бы, чтобы вот именно такой практики успешной было как можно больше, но не все ведь объекты одинаково привлекательны для инвестора, да? Есть вполне себе в хорошем состоянии, где можно наладить аналогичную предыдущую сферу деятельности, и ничего не придется переоборудовать и переустраивать. А есть и совсем другое. Вот как здесь вы решаете вопрос? Насколько эти объекты востребованы, и насколько легко им найти потенциального покупателя или арендатора? Хороший вопрос. Что касается поиска покупателей, то постоянно наш комитет и райисполкомы, и собственники работают над тем, чтобы найти того самого покупателя. На нашем сайте развернута площадка по наличию всех неиспользуемых объектов, расположенных на территории области. Это объекты как государственной собственности, так и собственности открытых акционерных обществ, даже объекты потребительской кооперации. Что касается их дальнейшей эффективной, так сказать, эффективности их использования, то здесь от многих факторов это все зависит. Во-первых, месторасположение объекта. Во-вторых, это, или, наверное, даже первое, это цена объекта. Месторасположение немаловажно. Очень много факторов, которые влияют на вовлечение в хозяйственный оборот путем их продажи либо сдачи в аренду. Все настолько индивидуально. Но работа эта проводится постоянно, целенаправленно. А есть разница, ну такая ощутимая, расположен объект в областном центре или это районы и сельские населенные пункты? Ну, если брать объекты государственной собственности, то, наверное, это больше объекты как раз-таки в сельской местности. Открытое акционерное общество больше расположены, скажем так, крупные, открытое акционерное общество расположены в крупных городах. Это областной центр, это такие города, как Жлобин, Светлогорск, Калинковичи. И, конечно, в крупных городах также осуществляется реализация объектов. В текущем году акционерными обществами реализовано 15 объектов. Общество с долей коммунальной собственности – 5 объектов. И 10 объектов было реализовано обществами с долей Республики Беларусь. Открытое акционерное общество «Кристалл» успешно реализовало в этом году 4 объекта. Два объекта в Жлобине было продано открытым акционерным обществом «Белфа». Один из этих объектов больше 3000 квадратных метров. Если брать примеры продаж прошлых лет, то «Гомель обл. Автотранс» – известное акционерное общество реализовало базу отдыха «Днепровские сосны» в Реческом районе. Также этим же обществом по улице Федюнинского было продано изолированное помещение ремонтной зоны. Объекты реализуются. А сейчас какие у них есть предложения? Какие общества и какие объекты предлагают? На сегодняшний день также выбор достаточно велик. Это разные объекты. Есть промышленные объекты. Открытое акционерное общество «Ратон» предлагает изолированное помещение, производственное. Что касается других, то есть и «Кристалл» также предлагает свой производственный корпус. Есть объекты, скажем так, социальной направленности. Это пионерские лагеря, электроаппаратура предлагает в Гомельском районе. Завод «Центролит» предлагает то, что мы видели. Объектов достаточно много. Скажите, пожалуйста, вот законодательные подходы к процедуре реализации таких объектов, что касается государственного имущества и имущества хозяйственных обществ, они схожи или есть какие-то отличия? Подходы в основном очень схожи. Что касается государственного имущества, то основной документ, который определяет как подходы по уровням принятия решений, так и по дальнейшим вопросам их отчуждения, это указ президента Республики Беларусь номер 169. Он основные моменты регулирует и в развитии его приняты местными советами депутатов соответствующие решения, инструкции о распоряжении имуществом. Что касается акционерных обществ, то здесь, в принципе, все то же самое. Единственное, что решение о продаже принимается органом управления хозяйственного общества, это наблюдательный совет, либо собрание акционеров. А вопросы определения начальной цены продажи, вопросы дальнейшего понижения начальной цены продажи, они в основном идентичны, и общество, как правило, руководствуется подходами для государственного имущества, либо определяют, утверждают свои локальные акты, которым определен порядок продажи, либо порядок аренды имущества. Наблюдательный совет, собрание акционеров, это так называемые элементы корпоративного управления. Да, совершенно верно. Вот элементы корпоративного управления, те положения, о которых я сказал, это положение продажи и положение сдачи в аренду, это одни из элементов корпоративного управления, которые, скажем так, типовые положения, которых были разработаны нашими специалистами и направлены в органы владельческого надзора, райисполкомы, чтобы в дальнейшем они были утверждены и приняты соответствующими органами акционерной полиции. Как складываются отношения у управления распоряжением имуществом и у корпоративного управления? Взаимопонимание находите? Конечно. Если по реализации государственного имущества торги организует Гомель обл. имущества, то, что касается имущества акционерных обществ, то здесь процедура аналогичная? Или же собственник сам может организовать себе аукцион и позвать кого-то считает нужным? У нас в положении комитета прописан тот момент, что продажей, скажем так, организатором торгов по продаже государственного имущества выступает комитет Гомель обл. имущества. Что касается акционерных обществ, то все-таки даже несмотря на значительную долю государства в уставном фонде, эти организации являются или относятся к частной форме собственности и продажу они осуществляют либо самостоятельно, либо через специализированные организации и частной либо государственной собственности. Ну и когда речь идет о продаже чего-либо, особенно через аукцион, то самое интересное это, конечно же, стоимость. Как она определяется, из чего формируется и насколько реально ее снижение? только в случае отсутствия спроса может быть снижение? Много вопросов задало? Давайте сначала начнем. Давайте. Что касается определения начальной цены продажи, то хозяйственные общества определяют ее либо по рыночной, либо по оценочной стоимости, так как у них... То есть сначала это предваряет оценка имущества, да? Конечно, конечно. В любом случае оценка, она первична. в зависимости от того, как общество для себя определило порядок и производится эта оценка. В случае успешной реализации с первых торгов, конечно, эта стоимость будет такая, как она сложится. такой очень лакомый кусочек, да? Например, что так ушло за хорошую цену? Можете припомнить какой-то действительно привлекательное? Скорее, скажу так, что с первых торгов редко, когда объекты находят своего покупателя. Вот поэтому, да, я спрашиваю. Покупатели присматриваются к объектам и... И ждут снижения. Ждут снижения. Тут необходимо заметить то, что государство определило четко порядок понижения, ряд льгот и преференций, понижения ранее на 20, 50, 80 процентов вплоть до продажи за базовую величину. Вот поэтому подходы для объектов негосударственной собственности, они, как правило, такие же, и покупатели зачастую ждут этого понижения. Ну и, наверное, это тоже связано с наличием капитала у потенциальных покупателей. Если объект интересен и имеющиеся средства позволяют, наверное, он где-то и будет с первых, вторых торгов. Если нет, то... А сколько нужно ждать такого снижения до одной базовой? Ну, до одной базовой, что касается акционерных обществ, можно ждать долго. В текущем году у нас только появились, так сказать, робкие шаги по продаже объектов акционерных обществ за базовую величину. Не всегда и они результативны, но, тем не менее, одно из обществ на территории области с долей Республики Беларусь и одно из с долей коммунальной собственности в этом году проводили такие торги. Ну и закрывая эту тему, вся информация о неиспользуемых объектах как государственного имущества, так и имущества хозяйственных обществ находится на сайте комитета госимущества. Совершенно верно. Все подробнейшим образом, с полной раскладкой, с фотографиями. А потенциальному покупателю куда обращаться и как? Если это касательно объектов открытых акционерных обществ, то, наверное, правильнее обращаться непосредственно в ОАО, поскольку мы не выступаем организатором торгов. Если покупатель знает объект, видит его, он обращается к собственнику и дальше уже решает все вопросы, связанные с его арендой либо приобретением. Если покупатель еще не определился, у него есть просто территориально какие-то предпочтения, он может всегда обратиться в наш комитет, специалисты проконсультируют, предложат, что имеется в том или ином регионе. Вариантов достаточно много. Я думаю, что без покупателя мало кто останется. Василий Владимирович, есть еще несколько вопросов, которые к нам пришли на Вайбер. Я думаю, что коротко вы прокомментируете. Добрый вечер, являюсь акционером ОАО. Могу ли я подарить свои акции? Что касается вопросов отчуждения акции, наверное, не совсем. Все-таки больше мы занимаемся, по крайней мере, мое управление, то, в котором я работаю. Если это необходимо, значит, мы тогда посмотрим, специалисты представят все возможности, что можно сделать с акциями и дадут соответствующий ответ. Также есть вопрос по чекам имущества. Понятно, сейчас по ним возникают вопросы, потому что заканчивается срок обращения, можно ли их продать. Насколько я знаю, можно, если найдете покупателя, что не так-то просто. Ну что ж, спасибо большое за сегодняшний диалог. Вам спасибо. Василий Герасименко, начальник управления по распоряжению имуществом Комитета государственного имущества Гомельского облсполкома был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин